Ну что ж, кому что, мой день начинается именно вот так. Мне нужно наклеить наклейки, простите за тавтологию, с русскими буквами на мою клавиатуру с нерусскими буквами. Ну, а всем нашим зрителям пламенный привет, дневник Мил Френо. Мил Френо, это мой дневник, и это участь всех русских, которые живут за границей. Конечно, можно было бы заказать конкретно клавиатуру с русской раскладкой, но тогда было бы дольше, и это специальный заказ. Вот так вроде как наклеил, и я еще наклеиваю и проверяю, правильно ли наклеил. Так что, вот чем я занимаюсь с утра, наклеиваю буквочки на свою клавиатурочку, и начну потихонечку переносить все на этот компьютер новый, потому что уже хочется побыстрее им воспользоваться. Так, ему же надо сразу отправить сообщение, что я получила. Скажи всем привет. Всем привет. В первую очередь решила сразу загрузить программу, которая называется Vegas Movie Studio. А это именно та программа, в которой я монтирую. Она даже не Vegas Pro, если видите, это Vegas Movie Studio, то есть любительская, грубо говоря, такая программка. Она стоит намного дешевле, и тем не менее, ребят, этого достаточно для того, чтобы монтировать обычные влоги, поэтому я начну с нее. Леночка вчера не доела, вот такой у нас тартар был, да, с двух сторон, немного поджаренный, плюс еще один помидорчик я нашла. Я все это перемешаю сейчас, добавлю туда, например, сметаны, да, лука, может быть, или наоборот, томатного соуса какого-нибудь. И сделаю вот такие еще макарончики, они их называют прозрачные макароны, они действительно немного прозрачные, такие вкусные. Вот так и доедим вчерашнее. Пока все готовится, знаете, что я сделаю? Я себе пару веточек розмарина, вот у меня здесь лаванда, видите, есть, а здесь у меня розмарин. И кто-то мне посоветовал делать кубики ледяные с отваром розмарина для лица, вроде как антибактериальное и освежающее, поэтому я сейчас нарежу немного. Вот, и может даже к блюда добавлю. Совсем немного так в заготовку свою нарежу, вот так, чуть-чуть, чуть-чуть, просто для запаха. Или вот так. А остальное сделаю заварку сейчас. Остальное в ковш вот так крупно прям порежу и заварю. Говорят, что его даже пить можно, потому что он является мочегонным препаратом. То есть нужно учитывать, что много не стоит, но можно. Ой, накрошила вокруг только. Ну, а вот из этого я сейчас приготовлю кубики льда для утреннего протирания. Пахнет очень приятно. Пока быстро прозрачные макароны перестают быть прозрачными, потому что я их смешиваю с моим соусом. Вот обед и готов. Я пока еще и розмарин запарим, ставлю под крышечкой, потом запаривается, и потом процедим и сделаем кубики льда. Так, ну что, товарищи, пробуем. Это уже половина перенесла отсюда сюда. А теперь я хочу посмотреть, что получится. Значит, развернусь. Ну, такое видео на, получается, сколько, 18 минут и 30 секунд. Но это у меня где-то 2 часа обычно работало. Давайте посмотрим с новым компом, что это даст. Сейчас посмотрим. Какое-то я скривленное чуть-чуть. Ну, подождем, короче, секундочку, и там будет уже понятно, сколько времени нужно ждать, пока он закончит. И он пока считает. Ну, вот он посчитал 36 минут. Раньше это было примерно 2-2,5 часа, а иногда и 3, а то 36 минут. Ну, все, товарищи, берегите. Сейчас как начну строчить видосы. У нас тут с Ленкой клуб анонимных любителей бассейна. Мы отсюда просто не вылазим. Это почему? Потому что мы с ней по гороскопу обе. Кто? Ракини. Ракини, подумайте только. Скажи, Ракини. Ну и ладно. А вы, Марк, прет? Парти! Смотрите, как она уже плавает. А кто тебя плавать научил? Какие какие-то ножи? Парти! Никто? А как ты научилась тогда? Да. У меня еще есть улезы. Ну вот, потому что она у нас воинственно настроенная девочка. Мама, мама! Я не мадам, я твоя мать. Мама, я твоя мадам. Она каждый день, несмотря на то, что у нее ничего не получалось, и она все равно изо дня в день прыгала и пыталась, тонула и обратно пыталась. В общем, мы ее называем, как это, знаете, как это, Зена была? Зена воинственная, а это у нас Лена, лагерьер. Мама, я тебя люблю сильно-сильно-сильно. Я тебя тоже люблю сильно-сильно, моя дочь. Пробуй там, ешь с тобой, в Перу. Ты общаешься? Да. Они живут в бассейне, уже едят там же. Я, в самом деле, с ногами. Сегодня прям такая богатенькая корзина с овощами, видите, которую мы у фермеров берем. Тут и перец есть, и помидоры, и большие, и не очень большие. Кабачков много, баклажаны, лук зеленый, даже маленькие такие помидорчики. Яйца, конечно же. Куриные. Покажу, посмотрел на эту корзину и сказал, это набор для рататуя. И сказал, что сделает сегодня рататуй. По-нашему, это вроде как рагу овощное. Я пока салатик сделаю огурчиком, помидорчиком, немного зеленого лука. Все из этой корзинки я понахотела. И добавлю туда немного курижетного масла. Я вот такое купила. Кто там шумит? Я вот такое купила. Пока нравится. Пол одиннадцатого ночи она купаться собралась. Мадмуазель Тюрлюлю, вся попа в киселю. Джеймс, иди с тобой, объявление до сих пор сделаем. До сих пор остается открытый вопрос. Для тех, кто хочет пожить во Франции в самую горячую, в самую дорогую неделю года, кстати говоря. Потому что первые две недели августа самые дорогие. Кто хочет пожить на моей вилле с 5 по 12 августа вместе с бассейном, барбекю, едой, холодильниками, студиями, кроватями даже и прочим. Обращайтесь в личку. Абсолютно бесплатно вы можете пожить взамен на то, что поживете вы с моей собакой и с моим котом. Абсолютно? Медел mistake. Родина! Субтитры сделал DimaTorzok У меня снова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»